здравствуйте сегодня мы продолжаем проект компании тысячи и компания ртв иванова под названием политическая кухня если вы нас видите значит вы или на сайте слухи и факты или в кабельной сети компании интерком тел сегодняшний наш гость андрей юрьевич кабанов уполномоченный по правам человека в ванской области здравствуйте здравствуйте алексей да андрей тогда с места в голубь с одной стороны ваша должность уполномоченного правом человека предполагает некую отстраненность от политики с другой стороны я вот наблюдаю за вами и вы то сидите на конференции единой россии то публично поддерживаете народный фронт то вошли в редакционный совет журнала власть которые издают наши местные единороссы а недавно вы выступили вообще с учредителем такого непонятной организации земский собор непонятная она ну вот для меня например во всем понятно только одно что она создается для того чтобы там той же власти что-то видимо поглубже почище или как там еще вылезать не знаю или создать какую-то иллюзию того что мнение народа власть еще интересует вы таким образом возвращаетесь в политику нет упаси господь я только сразу вас поправил потому что народный фронт я не поддерживал никоим образом я вам скажу что уполномоченный по правам человека это тоже гражданин он не может быть оторванным от общественных процессов в политике я не участвовал не участвую если говорить то я например во вторник пойду на круглый стол организованной фракции справедливая россия то есть был на круглом столе организованной фракции кп рф в принципе я и должен взаимодействовать со всеми политическими силами что касается земского собора вообще а на сегодняшний день на мой взгляд политическая ингажированность придавать этому проекту не стоит то есть мы в принципе выступили с одной целью на сегодняшний день разрыв между властью и общество многие журналисты пишут что это абсурд что это не конституционно да то есть по конституции у нас не должно быть разрыва между властью и обществом реально он существует к сожалению еще второй момент наше общество на сегодняшний день разделено на социальные страты на социальные группы у нас все замкнулись внутри своих каких-то социальных корпораций врачи отдельно то попробуйте значит врача сейчас вытащить даже пусть он плохо полечил врачи своего не сдадут они будут его наказывать но внутри этой корпорации у нас есть такая корпорация милиционеров у нас такая корпорация прокуроров рабочих алкоголиков все разделено на группы и мы-то хотим одного чтобы эти группы были услышаны на сегодняшний день нашей региональной властью что из этого проекта получится и значит то что политические силы попытаются наверное воспользоваться какие-то ну если это стоит они наверно попытаются но вот дальше уже все зависит от тех людей которые непосредственно будут представлять граждан на этом земском соборе ну вы рассказали для чего на ваш взгляд это нужно а как на ваш взгляд это может функционировать вот я не представляю это все как общественное движение то есть никак вы сейчас пошумите и как любое общественное движение все это во первых кто вы то есть если вы считаете что семененко я это владимир генщика шаев то упаси господь более того я не собираюсь там входить какие-то там руководящие органы этого земского собора то есть мы выдвинули идею то есть идею для народа идею для власти я безусловно то есть поэтому если они смогут воспользоваться вот этим переговорным мостиком то это будет хорошо если не воспользует что да вы правы то есть тогда эта идея умрет сама собой это ну как бы как многие наши проекты которые у нас реализовывались последние годы ясно я много читал того что приходит по земскому собору вы учредители или те кто пишет все эти материалы говорить о том что у земского собора будут представительские функции но у нас есть думы от областной до последней там деревне практически и советы да у нас есть общественные советы при всех органах власти у нас есть общественная палата у нас есть прости господи открытое правительство у нас пилотный проект то есть вы втроем с кашаевым и семененко просто смело заявляйте ничего не работает нас уже гораздо много нет работает наша общественная палата она активно работает но в чем проблема общественный палат это она представляет не народ не какие-то социальные группы она представляет института гражданского общества. А вот доверие у людей, у простых, к институтам гражданского общества еще с советских времен, к сожалению, очень недостаточное. Вы, наверное, помните, мы росли с вами в одно время, как относились к обществу Красного Креста, охраны природы и всем прочим таким организаторам. Плохо относились. К сожалению, многие из них ангажированы с существующей властью на сегодняшний день. Веры им нет. У них рейтинг еще ниже, чем у представительной власти, как вы ее называете. Потом, во власти представлены только политические силы. У нас далеко не все граждане собираются, спектр наших вот воззрений граждан гораздо больше, чем на сегодняшний момент могут представить эти политические силы. То есть, я правильно понимаю, вы считаете, что доверие институтам гражданского общества на очень низком уровне и чтобы этот уровень поднять вы создаете еще один институт гражданского общества? Нет, 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 ни в коем случае. То есть, этот институт, значит, представляет вот просто людей, То есть, в чем идея? Чтобы люди выдвинули людей без всякого давления, кого они реально сами уважают. И эти люди поставили перед властью те проблемы, которые волнуют людей, а не пропускаются через какие-то вот эти надстройки, эти институты. То есть, нужен такой определенный, как бы вам сказать, толчок, что ли, этому движению. Ну вот я читал о встречах, которые прошли уже в Юже и в Шуе, и там было написано, надеюсь, журналист правильно понял выступавшего, что в этом земском соборе будут представлены не обязательно какие-то лидеры общественного мнения, а это могут быть и таксисты, и домохозяйки, и кто угодно, простые люди. Возвращение ли это к принципам великого вождя всех времен народов Владимира Ильича Ленина, что домохозяйка должна и может управлять государством? Нет, упаси Господь. Ну, кстати говоря, земской собор не собирается управлять государством. То есть, простые таксисты могут быть представлены, если они уважаемы в своей среде, в среде таксистов. И что вы знаете такого Романа Круглова, например, да, то есть, он весьма уважаемый человек. И поверьте, что вообще среди людей свободных профессий, к которым так вот и таксисты нынче у нас относятся, да, в основном антидивидуальные предприниматели, там далеко не такой низкий интеллектуальный уровень, как о котором мы привыкли думать. Ну, еще одно заявление учредителей, спикеров, меня так резануло слух, везде муссируется тема, что мы у власти денег не берем. При этом, я вижу, девочки стоят явно за деньги, раздают очень красивые буклеты, стоят там какие-то штендеры. Меня, как руководителя СМИ, приглашают бесплатно поехать куда-то в Южу и в Шую. Если не власть, то кто спонсор вашего проекта? Есть несколько бизнесменов, которые нам помогают. А можно узнать их? Нет. А почему тогда с правительственных электронок приходят пресс-релизы? Вот уж этого я не знаю. Я, кстати говоря, со своей электронной почты ни одного пресс-релиза не отправлял. Вы и не правительство. Ну, как бы, я пользуюсь сервером правительства. Я говорю про адреса. Хорошо, тогда такой вопрос. Впереди выборы. Сентябрь. И все говорят о них. И все любое общественное движение воспринимают как подготовку к этим выборам. Земский собор, который вы сейчас создали, как, на ваш взгляд, он войдет в народный фронт, который будет непонятно за что бороться с народом? Ну, во-первых, вы преувеличиваете насчет того, что всех интересуют выборы. Всех интересует затяжная весна. То есть, это нам с вами, наверное, интересно, да, выборы. Что касается Земского собора, все зависит от того, какова будет его позиция. То есть, кого изберут членами и как они, собственно говоря, будут настроены. Мы не исключали бы в перспективе участия в каких-то, значит, политических, даже я бы сказал, не в выборах, а в какой-то политической деятельности. Но об этом, на мой взгляд, разговаривать просто рано. Ясно. Тогда последний вопрос. И в последнем вопросе я вернусь к первому. Вы везде бываете, везде присутствуете, на всех форумах, мероприятиях. Вы выступили учредителем Земского собора. Не учредителем, а инициатором. Инициатором, хорошо, инициатором. Значит ли это, что с вашей основной деятельностью, с правами человека у нас так все хорошо, что вы можете спокойно заниматься другими делами? Я другими делами фактически не занимаюсь. То есть, на самом деле, большая часть моего времени уходит, естественно, на защиту прав человека, с которыми у нас далеко не все как хорошо, как хотелось. Только сегодня, перед тем, как приехать к вам, я принял сегодня 12 человек. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Напоминаю, что у нас был уполномоченный по правам человека Ивановской области Андрей Юрьевич Кабанов. Я, Алексей Машкевич, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. До свидания. Кухни Нольте. Настоящее немецкое качество и функциональность. Только для вас. Эксклюзивно. В Нольте Кюхен. Улица Октябрьская, 12. Ну, Алексей Машкевич, опытный журналист, очень острый, с ним работать приятно, хотя он вот дебютирует, я так понял, как тележурналист. Вообще, он поднял сегодня тему, которая обсуждается в области, это справедливо поднято. То, что будет с Земским собором, сейчас не может сказать никто, в том числе и я, как его инициатор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова